Нового меморандума с Международным валютным фондом не будет, по крайней мере, в итоге этого визита. Миссия МВФ уже в Кишиневе, но на ее официальном сайте появилось предупреждение. Обсуждать будут только политики, которые могут стать основой будущей программы. Эксперты уверены, все из-за отставки президента Нацбанка Дарина Драгуцану. Если бы она произошла хотя бы на день ранее, миссия просто отменила бы свой визит. Как и предупреждали вчера эксперты, по итогу отставки главы Нацбанка и его первого заместителя, меморандум с МВФ вновь откладывается на неопределенный срок. Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Холлер посетит Молдову с рабочим визитом в период с 22 сентября по 6 октября в рамках подготовки к периодическим консультациям на 2015 год. А также начнет обсуждение политик, которые могут стать основой программы, поддерживаемой МВФ. Гласит опубликованное сегодня заявление Арминой Хачтрян, постоянного представительства МВФ в Молдове. Тут же следует объяснение, что такого рода консультации проводятся, как правило, ежегодно для сбора экономических и финансовых данных и для обсуждения с властями экономического положения и проводимых политик. Исходя из последних событий и заявлений миссии фонда, мы попросили доктора экономических наук Елену Горелову объяснить, заинтересовано ли молдавское правительство в новом соглашении с МВФ. На фоне того, что у нас инфляция уже вышла за пределы прогнозов первоначальных Национального банка и ожидается в дальнейшем рост цен до конца года, что вот в этих условиях правительство, возможно, и отказалось от этой идеи идти на такие непопулярные меры, поскольку если бы оно пошло на такие непопулярные меры, на которых, очевидно, настаивала бы миссия МВФ, Международного валютного фонда, то недовольство и политическая нестабильность только возрастали бы. Поэтому здесь, как говорится, они спустили на тормоза вот эти переговоры с Международным валютным фондом и господин Драгуцанов ушел в отставку. По мнению Гореловой, протестное движение нарастает, и это подтолкнуло власти к ходу с отставкой руководства Национального банка. Ведь всем давно известно, с исполняющими обязанности МВФ переговоры не ведет. Новое соглашение будет очень-очень жестким. В первую очередь, жесткость МВФ будет проявлять по вопросам социальных расходов государства, потому что МВФ придерживается позиции, что в таких условиях, как у нас, экономической, финансовой нестабильности, нужно экономить прежде всего на социальных расходах. Это значит, что не повышение социальных выплат различных пособий, пенсии, зарплат бюджетников. Да и требование МВФ повысить пенсионный возраст также не добавило бы популярности правительству. А учитывая настроение экспертов фонда, эту меру в том числе пришлось бы учитывать уже при верстке бюджета на следующий год. Поэтому такой план государственных доходов и расходов стал бы крайне непопулярным, что невыгодно властям, считает Елена Горелова.